Привет, мои дорогие! Привет, мои хорошие! Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга. И это у нас Final Fantasy XV. И наш принц с компанией продолжает свое путешествие. Но на сей раз мы с вами выдвигаемся по заданию основному, по сюжетному. Называется оно «Меч за водопадом». И, в принципе, в отличие от предыдущих заданий по охоте, которые были нам либо уровневые, либо даже выше нашего уровня, то это задание, по идее, не должно составлять... Слушай, Нат, такое дело! Может, подскажешь, что мне пофотографировать? Не должно составлять трудности. Так, ничего особенного. Игнеса, Гладио. Слушай, меня фотографируют. Вот. Ээээ... Пофоткай меня. Да с удовольствием! Без проблем! Ээээй, ты чего? Я пошутил! Пром-то будет чаще фотографировать Сноктиса. Ну всё, мы попали. Но, тем не менее, именно так он и делает. Вот. А мы с вами едем в совершенно новую локацию. В ней мы не были ещё. Посмотрим, что там. А пока едем, любуемся прекрасными видами серпантин. Канатная дорога. По ней мы с вами, кстати, не ездили. Не знаю, можно ли. Посмотрим. Если будет возможность, то непременно прокатимся. Фуникулёр, в принципе, я уже видела. И всё бы было хорошо в этом прекрасном и красивом мире, ка бы не война, и ка бы не то, что у нашего принца захватили его власть, его империю. И он теперь вынужден собирать пустые бутылки. Ну, почти что. В прошлой серии мы с вами перевооружились, потратили кучу денег, запаслись лекарствами. В принципе, мы готовы, как говорится, к дальнейшим действиям. И, по большому счету, конечно, вот эту змею, которую мы с вами убивали, сколько это было, две серии назад, по-моему, не надо было, наверное, её брать, как я и думала. Это всё-таки, наверное, задание по... Надо задание было на неё взять, потому что она появилась опять. И что мы её били, что мы её не били, без толку мы потратили кучу зелий. Воюю с этой змеюкой. Но... В результате нашли просто какой-то там то ли осколочек, то ли ещё что-то. В общем, что-то такое совсем не ценное. Мы получили, правда, немножечко очков прокачки. Так, регалия. Вот регалия, между прочим, с удовольствием. Может, отдохнём? Нет, отдыхать мы не будем. У нас 8 часов утра. Мальчики, вы о чём? Давай заправимся, пока есть деньги. Блин, скряхтит так, как будто он заправляет эту регалию, не знаю, из бочки. Причём эту бочку с бензином он поднимает на плечо и заливает. Но, по крайней мере, именно такие звуки он издаёт. Так, как мы туда попадём? Очевидно, надо спускаться, опять же. 300 метров. Покажите-ка мне карту. Так, подожди, мы же здесь уже были. Разве ж нет? Ну да. Мы же здесь были. Мы здесь били крокодилов. Эх, друзья мои. Прекрасен наш союз. Вот так вот. Очевидно, я так думаю, что может быть действительно теперь меч под водопадом... Давай-ка, ты сразу возьмёшь другой меч. Может быть, это и есть, что надо победить эту змею. Мы с вами уже как приклеились к этому месту. Мы били здесь ледяных этих... Ледяные шары. Мы били змею. Мы били крабов. Мы фотографировались тут. И теперь снова в этом месте. Это какое-то проклятое место. И теперь я вижу, что да, пройти туда... Мы можем только... Если сейчас попробуем проскочить смимо этой змеюки. Иначе никак. Ну и размерчик. Не-не-не-не. Ну вот, вы дали. Вот это вот опять фигня. Тут у нас, с которой надо... Охота начинается. Пицца. Как обстановка? Более-менее. Сверхнись! Позвольте! Так, подожди. Ноксис, Ноксис, Ноксис. Забудем играть поплошу. Фу. В озеро. Скверно. Скверно. Так, у нас есть для этого зельеца. Зельеца. Продадим Ноксису для начала. А потом дадим просто эликсир. Промпта. Зачем нам Промпта-то? А Ноксису что, не надо? Ноксис уже надо. Как это так? Зелье. Ноксис. Осторожно, Ноксис. Сам знаешь. Специально для тебя. Эх, Ноксис, Ноксис. Так, Ноксис. Игнис! Да, Игнис. Сейчас настал. Не подставляйся. Урри! Да прыгни же ты. Игнис! Конечно! Великолепно! Главная взаимовыручка. Идеально, да? Так, согласен. Ну, может быть, оно и идеально. Мы, конечно, потратились. А больше всего мы застревали тут в камнях. Если уж на то пошло. Кстати, там ничего не осталось вкусного. Эти крабы, очевидно, тут будут всегда. Ладно. Не вижу ничего. Легенда говорит, что меч за водопадом. А водопад что говорит? По-моему, он говорит. Входите. Интересные у вас места тут, ребята. Похоже, легенда не врет. Так, давайте-ка мы немножечко подождем, чтобы наш Ноксис восстановил свое здоровье. Я не хочу, конечно, тратить для этого эликсира. Просто так восстановит потихонечку. У гладиолуса 1222, Игниса Промпта. Промпта у нас, конечно, самый слабенький, товарищ. Долго ногти состанавливаются? Ну, ладно, давайте пойдем. Может, как-нибудь оно, как говорится, само пройдет. Так, надеться в пещере легендарный меч. Окей. У меня от этого места мурашки по коже. Вернемся за куртками. Зачем? Насмерть не замерзнешь. Я могу вас одеть в куртке. Ну, если мыслить позитивно, то, может, холод отпугнет демонов? Ну, да, ведь они любят, где потеплее. Сарказм. А что, если они замороженные? Обледеневшие. Они сидят и ждут, когда мимо пройдет кто-то теплый. Чтобы вцепиться в него? Пугайте, пугайте, парни. Ага, смотрите-ка, у нас там что-то наверху есть. Ну, ну, а вот и теплый прием. Так. Ну что, ты, ты не хотел телепортироваться? Я не хотел. Это ерунда. Так. По скользкой горке. В скользких ботинках. Ничего ведь не случится. Не вой. Не вой, не вой, промто не вой. Так вот, там что-то у меня светилось. Я сюда не смогла заскочить. Возможно, мы оттуда выйдем еще. Я так предполагаю. Погодились. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Опа. Получай! Как они не видят обратно поглубже. Давайте с этим поговорим. Ага. А я вот в этом не уверен. А где вы вообще ели, ребятки? Я его не ел! Ага. Какая интересная у нас пещерка. Эй-эй! Народ! Я тут уже все за вас сделал. Причем, смотрите, мы съехали, а они спокойненько спустились. Ладно. Надеюсь, мы не зря сюда пришли. Наверняка тут что-нибудь есть. Пром-то не ной, как девчонка. О, ну что, поехали опять? Очевидно, да. Что? Опять? Да. Не успели мы чего-то там зацепить. Опа. Ох ты ж, елка с палками. Ты мой герой. Ну же. А как тебе это? Великолепно, но... Да. Неплохо получилось. Так и должно быть. Понятно. Там вот мы сейчас с горки съехали. А, кстати, откуда мы съехали? Ну-ка, давайте-ка, может быть, мы их соберем? Нет свободного места. Проезжали, там тоже были блестяшки в этой пещере. Ну, да и бог с ними, как говорится. Пошли, ногтис. А что ты больше не бегаешь? Бегает. Ага. Давай-ка, по карнизику, по карнизику. Смотри под ноги и больше не скользи. Вот так вот. Ну, я надеюсь, все там так же пройдут. Ребятки. Молодцы. Нет свободного места. Она что-то мне говорит, что нам теперь надо зарядиться огнем. Тихо-тихо-тихо-тихо. Спокойно. Не подходите под руку. Давайте командовать буду я. Опа. Только покороче. Следи за действиями врага. Я все понял. Дайте я. Круто! И не вставай! Где ты этому научил-то? Да! Не люблю такие десерты. Фу-фу-фу-фу. Вперед! Точно! Так. Да-да-да. Даже без сканирования понятно, что тут нужен был огонь. Значит, Глеб, а там? Скорее всего. Скоро мы это узнаем. А там у нас что? Смотри-ка. Сейчас посмотрим, какой тут у нас кристальчик стоит. Это у нас что? Молний. Так, тогда ставим молнии. Так. Принц, давай-ка снаряжение. Меняем это на молнии. На грома молнии. Ау! Сейчас не вовремя! Рука дрогнула. Спокойно. Смотри, вот там какой-то осколочек горит. Ископаемая древесина. Очень интересно. Но нам вот сюда. Явно. Может, пройдем чуть-чуть побыстрее. Только этого не хватало. Откро... Теперь все вместе. А как тебе это будет так? Это было несложно. Классная взаимовыручка. А, еще не все что ли? Темно теме, это даже неудобно. Со светом здесь был бы лучше. так вот что значит хорошее оружие какой-то самурай тут выскочил давай давай ногтис холодно сейчас у тебя пройдет пройдут все негативные эффекты я надеюсь электричество было явно не против этих капель а против этого самурая раз-два-три-четыре мы простудимся руки шире мы не что простудимся мы еще и умрем если не будем подправлять наше здоровье а она как-то вот не восстанавливается ногтис почему у нас не восстанавливается здоровье не пора ли нам выпить какого-нибудь зелье ца вот такого простенького что нет пошли дальше я замерзаю всего отдам за миску горячего супа суп мы почти уцели иначе и быть не может правда так так мы почти уцели смотри какая тут милая полянка я так думаю что сейчас у нас тут кто-нибудь непременно возникнет так и давайте-ка я переключу наш режимчик режимчик боя обратно на режим ожидания чтобы понять с кем это тук-тук мы пришли наконец-то так а где а кто и где вижу неужели всегда будет нас всегда вот смотрим какой-то монстр причем долго его надо сканировать долго надеюсь нам хватит времени ногти со здоровья не очень надо наверное прямо сейчас выпить будут зелья если нам хватит времени осьминог какой-то или иллитит и летит вот как это называется существо итак она боится молнии клинков а все остальное ему как-то так фиолетово тогда ногти спей зелье да почему что не можешь купить зелье то кто-то я не понимает иначе был бы не я разберусь все хорошо да прекрасно все или подожди 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 но а еще не все понятно так это там на нас наложили а теперь еще и камни эти фу-фу-фу-фу кляксы возникли так и летит смотрите ка он опять восстановил свое здоровье так не 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 нет давай-ка мы ускоритель рефлексов подожди кроме этого еще нужно эликсир чик берегись так обстановку поле понимаете давайте вот наконец то мне нужно за зараза стоп снаряжение у нас закончились бомбы так что мы там боялись грома мне кажется он огня должен бояться ну да ладно так вот грохнули моего немножечко меня так смотрите по сторонам так что на нас наложили на нас что-то наложили какую-то гадость какую-то гадость на нас наложили смятение это у нас смятение переходит границы да принц же чушь ты ковыляешь как старая бабка так и тогда давай к ультра эликсир ну как никогда ты мой спаси а а а а а значит мы можем идти наружу фух мы тут немного задержались так наружу то мы не можем идти подожди нам надо все таки к мечу пройти это была охрана а а ребятки в этом восстановились немножко я думаю что да и так очередная королевская усыпальница легендарный меч холодно пошли принц взять оружие взять оружие берем это лук что ли какой-то так ногтис теперь может призывать призвать оруженосца круговая шкала оруженосца заполняется по мере атак и защит проводимых ногтисом пока действует оруженосец все способности ногтиса усиливаются а а а астральной сфере появился узел оруженосец используйте чтобы улучшить свой арсенал королевского оружия на одна друзья выполнена мечи за водопадом что ж теперь вернуться к выходу до а а а а а опять даже если какое-то а что за напасти какой змея а ну что с тобой Тот самый диск виноват. Что? Где это было? В чем дело? Дыра в земле. Что-то горит. Метеорит? Да, это был действительно диск. Давайте вернемся в листал. Нужно рассказать Талкоту. Тропа богов и королей. Обязательно расскажем. Смотри, у нас тут какие-то записки. Грейширский грот. Легендарная пещера за водопадом. Приутившаяся за порогом Калатейна. Воды, низвергающиеся из лох Триоса. Скрывают замерзшие пещеры, чьи запасы... А, чьи залы с запутанными переходами снискали свой адрес. Немало проклятий со стороны заплутавших авантюристов. Говорят, в одном из укромных уголков пещеры дремлет легендарный клинок, принадлежащий королевской семье. Но существование этого предмета не подтверждено. Бесчисленное множество охотников пытались отыскать его. Однако чудовищный Мейтгардсорм, ползающий перед входом в грот, показал себя надежным, сдерживающим средством. Ну что ж, мы этот, как его там уж называют, ну, это змеюку, мы её видели с вами, и более того, даже один раз нам удалось её победить, а больше мы с ней и не связывались. А как теперь нам сказали, что можно вызывать этого товарища, это оруженосца? Вот это мне просто очень интересно. Каким образом? Вот это смешная штука. Так, ну нам, наверное, пора вернуться в тот самый листалум. Так, да. Титан Архей как-то связан с головой болью, что терзает ногтиса при каждом подземном толчке. Друзья решают вернуться в листалум и выяснить подробности. Либо вот тот самый идеальный пейзаж, хотя, я так думаю, что, возможно, у нас эти два квеста и свяжутся. Так, поэтому мы что делаем с вами? Возвращаемся к машине. Я лучше сплю, если рядом живут люди. Природа это здорово, но чем нас больше, тем безопаснее. Сейчас какие-то такие были жуткие звуки. Так, и давайте-ка мы переночуем вот в этом домике. Здесь у нас, по крайней мере, не так дорого. У нас не так много денег. Я весь липкий и грязный. Липкий и грязный, но в таком домике тоже есть душ. Так, ну что, дружья? Интересная фотка. Хочу сохранить. Так. Ох, ногти. Что мы тут делаем? Пляшем. Ха-ха, слушай, что у тебя с лицом? Эй, ты что, сфоткал? Так. Мне нравится. Ну тебя. Ну, понятно. Поймал момент. Поймал момент, но тут ничего не видно. Все, нет. Ну, ногтис, вот может быть, это еще давайте оставим. Довольно забавная фотка. Так. Новый день, новый день. Что у нас с регалией? Ну, бензин у нас должен быть. Давайте поедем. На место задания тропы богов и королей. Ах, ну и жара. Жара? Скорее, пекло. Только что мы умирали от холода. А теперь жалуемся на жару. Ну что ж, поделаешь. Это всегда так. Мы всегда недовольны тем, что имеем. Так, ногти сдавали. Ай-яй-яй. Тебя задавили. Итак, сводки в газетах. Попал под машину принц. Который, в принципе, и так считают погибшим. А-а-а. Как же больно. Опять голова. Это ненормально. Мы разберемся с этим принцем. Разберемся. Принц Ногтис! С возвращением! Твоя легенда оказалась былью. Но и дела. Большое спасибо, Талкот. Хе-хе, пожалуйста. Большое спасибо, Талкот. Хе-хе, пожалуйста. И... Дальше что? Ай. Опять. Да что ж такое-то. Да, нам надо явно туда, в этот кратер. Опять. Что с тобой? Ты в порядке? Все будет хорошо. Нужно взглянуть поближе на этот так называемый диск. Это можно. Через бинокли на смотровой площадке. Это уже хоть что-то. Может удастся выяснить, есть ли связь между этим диском и состоянием Ногта. Угу. Более того, у нас с вами даже задание туда есть. Ну, как я и говорю, возможно, что мы совместим одно с другим. Да, Ногт, долго ты так не протянешь. С какой головой-то? так, а это у нас ниже, да? А, посмотрите, кто там стоит. А только посмотрите, кто там стоит. Какое совпадение? Я в этом не уверен. А помните ли вы детские стишки? Вот, например, такой. В камнях сидит Архей, зовет тебя скорей. Но кто его услышит? Но кто к нему придет? Король почти не дышит и на коленях ждет. А как ему встать с колен? Откликнитесь на зов. Идите к Архею и выслушайте его. Проводить? Едем? Не знаю. Мы поедем. Новую юночку. Я за. Вперед. Никогда не настаивал на формальностях, но в данном случае стоит представиться. Зови меня Ардин. Пойдем со мной на автостоянку. Там моя машина. Милый старый автомобиль. Конечно, с твоей регалией не сравнится, но она ни разу меня не подводила. Так что ехать мы будем в двух машинах. Своего рода кортеж. Не возражаешь? Что-то я мало доверяю этому ордену. Прямо скажем. Тем более, человек, который ходит в шубе в жару, уже вызывает подозрения. Ладно. Черт. Диск огнем горит. Не опасно ли к нему приближаться? Так, и на какой же машине ты ездишь? Вот на этой вот, лягушечке? А, на этой? Фу. Ну? И что, мы должны в одной машине ехать? все готово? Ну, давай. Итак, позволь мне выбрать тебе шофера. Ты? Выбираю тебя. Игнису. 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 Это мне не нравится. Это мне не нравится. Я не умею водить машину. Не царское, не принцевское это дело. Конец главы, друзья, тем не менее. Конец главы. Так, оставим эту фотку. Что у нас еще? Ну, это не обязательно. Благословение богов. Давай проясним один момент. Это не гонка, ты просто едешь за мной. обгонять не нужно. Терять из виду тоже, чтобы не заблудиться. И на хвосте у меня не сиди. Авария испортит всю поездку. Ладно, ладно. Поехали уже. Как скажешь, осторожнее на трассе. Сомнительная поездка. Галден теперь или стал он? Какое совпадение, да? Не верю я в такие совпадения. По-моему, он за нами следит. Но с какой целью? Это меня очень тревожит. Как и то, откуда он. Он не похож на человека из Империи. Еще меньше похож на человека из Люцеса. Я бы ему не доверял. Зато с его помощью мы точно попадем на колтеский диск. А что его высочество думает об этом Ардене? Ничего особенного. По-моему, он просто до жути неприятный тип. Ха, это ты точно его приложил. Вот поэтому нам и нужен план действий. Мы должны постоянно быть на чеку. Отставайте от Ардена, иначе игра закончится. Нокт, как твоя голова? Пока нормально, но приступы начинаются неожиданно. Главное, чтобы это не случилось за рулем. В случае чего остановись, ладно? Ну да, ну да. Там есть убежище по дороге? Кто-то хочет разбить лагерь, а кто-то хочет спать на кровати. Спать на твердой земле полезно для спины. Может, хотя бы в трейлере заночуем? И почему тебе так нравится спать в палатке? Под звездным небом, на свежем воздухе. Это же прекрасно. К тому же нет необходимости освобождать номер в определенное время. Полагаю, но кто же купился на отсутствие такой необходимости. Может, хватит на сегодня? Может, поедем дальше к Каутессу? Архей никуда не денется. И мы тоже под твоим руководством. Значит, разбиваем лагерь с Арденом. Ну нет. Можно и палатку поставить. Боюсь, я не из тех, кто любит спать на природе. Давайте остановимся вон в том трейлере. Я заплачу за всех. Так, ну ладно, давайте. Пора спать. Почитаем опыт, сохраним игру и... Плохо уж этот Арден. Вот он тут еще трется. Так-так, это же ваш покорный слуга. Если ты не любишь фотографироваться... О нет, я вовсе не против. Щелка это войдет в коллекцию его высочества. Эээ, что? Ладно, чтобы не было. Так, используйте звериный свисток, чтобы призвать противников. вам дан звериный свисток. Иди... Пусть я и молода, но я оракул по крови. Как и моя мать, я приложил... Пусть я и молода, но я оракул по крови. Как и моя мать, я приложил все усилия, чтобы на земле воцарился мир. Так начинался путь самый юный из оракулов за всю историю. Тяжело ли благословлять людей? Было бы очень эгоистично жаловаться на свое время, когда столько людей томятся в ожидании. Поверьте, я не буду знать покоя, пока они не обретут утешение. Весь мир с тревогой и удивлением наблюдал за тем, как взрослела эта девочка. Вы хотели что-то сказать всем нам? Если кто-то из ваших знакомых прикован к постели или не может прийти ко мне, пожалуйста, скажите мне об этом, и я приду к ним. Ведь это мой долг, а до тех пор меня ничто не остановит. Ее сила духа вдохновляла всех нас. Чем дальше, тем больше. Что вы думаете о договоре? Когда война закончится, люди станут меньше страдать. Этот договор судьбоносный шаг к светлому будущему. Пусть все знают, мы идем по пути к истинному миру. Да. Уж. Надеюсь, у нее все хорошо. Луна Фрея. Прошу вас, не волнуйтесь. Я сделаю все, чтобы облегчить вашу больницу. Луна Фрея. Благие звезды жизни и света, ведите нас сквозь тьму к рассвету. Я сделала, что могла. Поверьте, через несколько дней станет полегче. Это чудо! Благодарю вас, Ленни Луна Фрея. Леди Луна Фрея. Я встала с рассветом, чтобы прийти. Вы устали? Да. Ничего. Я безмерно вам благодарна. Ну что ж, приступим. Леди Луна Фрея. Себя не хватит так на всех. Она могла бы остановиться у меня. Это ж... У тебя будет очередь из миллионов человек стоять. Ну? Не думай, что после свадьбы тебе можно будет расслабиться. Чего это ты вдруг? Когда ты женишься, на тебя будет смотреть весь мир. Ну, не знаю. Сейчас на него никто особо внимания не обращает. Что это вообще значит? Все больше причин начать заниматься собой. Мне жаль Леди Луна Фрею, если он так и не начнет. А, ведь он прав, Нокт. Все будут говорить, да у нее все получается намного лучше, чем у него. Непонятно, на что этот принц вообще сдался Оракулу. Фантазия у вас слишком сильно разыгралась. А как же, Лубов, какая разница, Оракул, не Оракул. В общем, друзья, с этим мы будем разбираться с вами уже в следующей серии. Вот, дружочки, ах, еще подначивают. Но, тем не менее, огромное спасибо всем, кто эту серию посмотрел. Увидимся с вами в следующей. Всего вам хорошего и пока-пока-пока. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok